Куры несутся? Почему только одно гнездо? Ладно. О, гонец работает? Молодец! Так, и Грегор тут. Я вижу. Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И сегодня мы с вами продолжаем изучать удивительный мир Скорима вместе с нашей подругой Вильей, которая только что заметила, что у меня есть 10 волчьих шкур. И она готова сделать по новой броню. Поэтому мы с ней сейчас просто-напросто гуляли за кадром, охотились, собирали материалы для постройки дома. И вот такое произошло. И, естественно, я не могу не заснять сей ответственный момент. Yes, give them to me, please. And I'm sure my good use of them. Так, ну вот, вот мы Вильке и отдали 10 шкур. И, надеюсь, нам при этом полегчало, потому что... В принципе, я собиралась просто-напросто отдать ей. Нет, нам не полегчало. Тогда я должна ей в дополнительные сумки сгрузить всё, что мы с собой таскаем. Так, а именно в первую... А, да-да-да, что-то такая тут руки в боки поставила недовольная Вилька страшно. Не иду я на поводу у её капризов, не ублажаю её. Только вот золотую руду пытаюсь ей подсунуть. Так, ах, шайса, я руду взяла, а не... слитки. И это нехорошо. Ну, надеюсь, мы что-нибудь сумеем из них выплывить. Так, да, вот козье. Корунт. И там ещё Регалх. Лунный камень. Тут... По-набрали мы всяческих шкур саблезуба. Кое-что побили, кое-что поохотились, поохотились на хоркеров. И, наверное, еда моя протухла. Нет, мясо устрицы вполне ещё живо. Топлитер. Ничего не может быть хуже, чем протухшие устрицы. Ну, и почему Вайтран? Потому что, друзья, потому что Беллитор, и потому что козлиные рога. Всё дело в том, что этих рогов, конечно, просто какое-то невменяемое количество надо, чтобы сделать светильники. Я надеюсь, что я на поболтать некогда. Слишком много дел. Всё продаёт. Так, Беллитор, бабушку продал, заполтинник. Знаем мы всё про тебя. Немного всего. Так, давайте посмотрим, что у него есть. Так, 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 так. По типу. Амулеты. О, нет, господи, это у меня. Чуть плохого. Так, клык-хоркера тоже у него есть. За бешеные деньги. Не, нафиг. Извините, конечно, за выражение, но всё, что мне от себя нужно, это козьи рога, потому что бить козлов, это дело неблагодарное. Слитки. Какие-то явно краденые кувшинчики. Нет, смотрите, у него нету, мы зря сюда мчались, сломя копыта. Потому что на козлов охотишься, у них ещё, как ни странно, не у всех есть рога. Я вам скажу честно, уже умаялась. Так, ну у нас время не терпит, поэтому давайте-ка что-то у нас есть из тех рогов. Я думаю, что в принципе должно хватить. Уходим. Вилья, как тебе там, лбом открывать двери, ничего, нормально? Так, естественно, мы поедем на лошадях, чтобы всё это дело было побыстрее. Да? Ибо у нас вечереет и хочется добраться. Я думала, что это майк. Нет, это не майк. Хочется добраться ещё, чтобы было не совсем темно, не совсем темнота до дома. В принципе, Хильяркин холл здесь не так далеко. Надеюсь, что мы доскачем. И желательно без приключений. Давай, давай, бальзам вперёд, бальзам вперёд. Небо у нас хмурится, у нас погода портится. И Скорим вылетает. Так, ну вот, друзья, Скорим вылетел. Вилька говорит, что поздно, пора спать. У нас тут застрявшая курица и взошедший урожай грибов и пшеница. Ну что ж, пускай растёт. Пшеница, конечно, жутко выглядит. Ну и ладно. Идёмте домой. Поздно. Пока доскакали, пока тут перебили волков, которые напрыгнули. Ну, конечно. Так, я за тебя очень рада, что для тебя честь. Для нас тоже честь, друзья. Всем спать. Всем лежать, всем отдыхать. Так, я... Ага, я уже переоделась. В принципе, можно было переодеться ещё у вас что-нибудь Вилька? Нет, я бы не хотел. I would like you to give me a hug right here and now. Ну, давай обниматься на ночь, глядя, самое то. Так, как-то странно сзади ты это сделала. Ну, ладно, Вилька. It's so good to be here. Together with you. Для разнообразия это даже немножко интересно. Так, всё, давай отдыхать. It's so good to be here. Надеюсь, ты... На какую сторону спать? На эту. Слава Богу, разобрались наконец-то со сторонами кровати. После стольких приключений... Милое дело. Всё. Ух, проголодались. Ну, прежде всего, друзья, давайте-ка я приоденусь. А то какая-то у меня тут жуткая, откровавленная одежда. Поэтому снимаем всякие плащи. Денем, наверное, комисть. Домашняя платьица. Вот. Можно даже перчатки снять. Ну, сапожки мы оставим. И рюкзак мы оставим, ибо нам переносимый вес нам нужен. Так, ну что, самое время перекусить, позавтракать. Что у нас есть? Душевная похлёбка, кипяченая... Так, мясо устрицы. Надо скорее съедать. Естественно, этого мало. Кипяченая водичка. Так. Ну вот, как-то так. Насыщение, утоление. Поехали работать. Работать нам что надо? Что у нас тут? Так. Подождите, как клык-хоркеры? А, я же вильких отдала. Ёлки с палками, друзья. Ну ладно. Вильки так вильки. Придётся вильку будить. В принципе, уже и так вставать пора в 6 часов. Положено всем вставать. Вилья. Good morning, sweet heart. Good morning. Всё? Проснулись? Так, Вилька, дай мне, пожалуйста, свои сумки. Чё? Абсолютно. Абсолютно. Так, давай мне первую вещь. Так, и что мы там оттуда заберём? Клыки. Рога. Так. Ну, наверное. Всё, вот так вот мы заберём. Регалх. Железная руда, что у тебя тут делает, непонятно. Полено нету, да? Ну ладно. А то мне надо было истрелы покрафтить. Лейтер, лейтер, аллигейтер. Ты чё, ещё спать пошла? Или тебе осталось спать 3 минуты? Хе-хе. Ну ладно. Дело хозяйское. Что опять не хватает? Клык саблезуба теперь нужен. Шкура снежного саблезуба. О, друзья. Грегор. Да всё, ничего. Вот только саблезубов нету. Где-то была шкура у меня, по-моему, спрятана в каком-то из чемоданов. Так, ещё раз, что здесь? Вот. Хоркер теперь сюда удался. Отлично. Сюда пойдёт Хоркер. Что у нас? Чего у нас тут не хватало? А-а-а, я помню. Мы закончили. А-а-а, в нашей зачаровательной. Очаровательной, зачаровательной. Так, клык саблезуба, полоски кожи, полоски кожи, железная фурнитура и железная фурнитура. Так, давайте сначала сделаем полоски кожи. Так, а именно, а-а-а, хорош, наверное. Много кожи есть. Полосок, по-моему, мне так много и надо. Ну вот, а заодно потихонечку сбрасываем. Так, кто там теперь стучит с утра пораньше по голове? Грегор. Не мугомонный. Так, берём всё. Ой, естественно, мы сейчас будем жутко перегружены, но ничего страшного. Так, и так, витрина, да, мы подкупили стекло, ибо плавить её и пить столько много... Жидкости у меня бы не получилось. Так, мне нужен золотой слиток, и тогда мы можем сделать сюда пентаграмму, душ, и с нашей зачаровательной будет закончено. Так, золотой слиток, плавильня. Поэтому, друзья, знаете, что сделаем? Мы идём в подвал, дабы не бегать на улице, в подвале это всё-таки будет быстрее. Ага, выстроим там плавильню. Я, твой меч и твой щит. Я, твой меч и твой щит. Грегор, и твой щит. Тут очень темно, и ты мой меч и щит. Иди отсюда. Так, не нравится мне Грегор. Вот мне нравится. Вот есть вот симпатичные мужчины, Грегор к ним не относится. Ну, по крайней мере, на мой вкус. Так, ладно. Дело не в этом. Дело в том, что мне нужна плавильня. Так, а что мне мешает сделать плавильню? Чёртова железная фурнитура. Так, а кузню? Опять та же самая чёртова железная фурнитура, друзья. Я прям... У меня нету слов. Ну, что делать? Придётся на... Нафурнитуривать. Отойди. Честь тебе, Тан. Да, и железный слит китает прямо как... Не знаю, что. Так, ладно. На серос я думаю, что нам хватит. Поскольку надо беречь железо, надо-надо. Так, плавильня. И, наверное, кузня. Так, чтобы сразу наковальня кузницы. Да. О. И у нас тут сразу будет и тепло, и немножечко светло. Так, ну что? Нам нужно... Так, не-не-нет. Нам нужен золотой слиток. Всего-то на всего. Ради всего этого и был весь этот цирбор. Что ж. В подвал мы ещё вернёмся с вами. Подвал, естественно, будем обустраивать. Сейчас я вот тут сделала вот этот постамент для алтаря, чтобы меньше таскать с собой, что там у меня была глина, карьерный камень. Так, мы, пожалуй, сделаем сохраночку. На всякий случай. А то что-то стал наш скоримчик вылетать. Так, ну вот. И мы сможем уже окончательно закончить нашу... Очаровательную-зачаровательную. Всё. Вот это помещение у нас полностью закончено. Очевидно, стол у нас на втором этаже. Так, отсюда верстак можно убирать. Грегор. Можно убирать верстак, по-моему, отсюда. Да. Так, что у нас с трофейной? Секундочку. Клык-хоркера. Подождите, у меня же было этих клыков-хоркера. Как? Тем не менее, нет. Оказывается, недостаточно мобилей-хоркеров. Ну, как-нибудь... И какие? Смотрите-ка. Понятно, кто о свободе эльфов, а кто о танцах на столах. Так, сделаем сюда светильнички. Моя забота. Так, и нам нужен клык сапли зуба. У нас есть всего лишь один. Кстати... Вилька! Чего такое? Может мне еще и сплясать. Я тут, понимаешь, вся в заботах, в стройках. И... Вилька, да, я не пою. При этом еще и песенки. Дай-ка мне свое снаряжение. И вообще, где завтрак, обед, ужин? Так, мне нужно от себя, что? Мне от себя нужны ингредиенты и... Клык сапли зуба, да? Тут у тебя есть их целых три. Все, до свидания. Goodbye. 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 А вот и настенный трофейк. Все, здесь мы тоже все построили. Отлично. Да. If you want me to, I could read a book for you. Я прям даже не знаю, что тебе сказать. Ты видишь, что творится? У нас манекены стоят не по центру. Безобразие. Безобразие. Я надеюсь, они не сойдут, в конце концов, со своих мест. Так, ладно. Зубы, сапли зубы мы поставили. Что нам надо? Нам надо теперь... сделать коридор. И вот я не помню, он уже был под коридор. Или все-таки мы здесь еще кровать и все такое должны ставить. Так, посмотрим. Да, двуспальная кровать. Мне надо бежать на улицу. И переделывать планировку. Под холл. Ничего так, не морозно. Я тебя по отсюду ищу. О, господи, ты меня напугал. Лично в руки. Посмотрим. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. Так, конец. Что ты мне там всучил? Второй посев. Второй посев. Седьмой день второго зерна. В этот день вам дается второй шанс, чтобы улучшить вашу душу. Как это сделали ваши соседи во время второго посева? Бесплатное лечение при храмах будет последний раз в этом году. Так, это седьмого. А у нас какое? Что ты мне притащил? Ага, у нас четвертое. Что ж. Нам дается три дня, чтобы мы успели собраться и пойти с последним шансом. Так, у башни зачарователя. Убрать верстак, да. Главный зал нет. Дом. Изменить. Вестибюль, да. Вестибюль. Так, подвал нет. Оружейная. Убрать верстак, наверное, нет. Комната трофеев мы можем убрать в верстак. Вот так вот. Ну, вроде как все. Прекрасная погода, зимное утро. Но нам пока что не до этого. Кстати, о птичках. Давайте-ка еще немножко поколим дрова. И я смастерю себе... Оттаскаю с собой просто две мирские слитки. Смастерю себе стрелы. Прясь. Ой, наверное, хорош. Ладно, давай еще. Все. Достаточно. Еще раз говорю, да, конечно, сюда этот защитчик совершенно не идет. Но таскаю, чтобы увеличить переносимый вес. Вообще, очень странно. Мне казалось, что на мне приносимый вес на 250 единиц увеличивает. Что ж, если я его сниму... У меня вообще 123 переносимый вес. Очень странно. То есть, получается, если я сниму рюкзак, и если я сниму амулет занитара, у меня всего 73 переносимый вес. Очень странно. Тогда как... Здесь у меня 189. Тоже, конечно, очень странная... Цифра? Я ничего не пойму, что происходит с весом, я вам честно скажу. Так, ладно. Очень все это очень-очень-очень странно. Так. Рюкзак и зенитар. Вдруг почему-то резко, в какой-то момент, вот стал такой вес. Был приносимый 600 с лишним. Стал 700... 373. Соответственно, если я не буду одевать амулета снитара, то вообще ничего. И все это более чем странно. Так, а что мы делали? Подожди. Здесь у нас... Да, все сделано. Кстати, можно было тоже и отсюда убрать. Да, я собиралась сделать свистебельчик. И переносимый вес сбил меня с панталыку. Да, да, хороший. Хороший Моннинг, хороший. Так, что нам не хватает гвоздей? Бочки. Волчьи головы. Оленьи головы. Надо же сколько олень это. Я так не думаю. Светильники и козьи рога катастрофически заканчиваются. Так, что нам опять? Гвозди теперь нам нужны. Шкуры пещерного медведя и полоски кожи. Полоски кожи. Гвозди, фурнитура и полоски кожи. Так, ладно. Делаем здесь гвозди с фурнитурой. Так, и идем делать полоски кожи. В нашу замечательную оружейную. Слушай, Лефур. Позволь показать себе, за кем следовать. Ребята, я не поняла вашего... Ваших агрессивных действий. Где... А, вот она. Так, Виль, не морочьте мне мозг. Мне нужны полоски кожи. Да-да-да, она просто прекрасна. Но ты с метлой выглядишь еще лучше, Виль, не переживай. Так, и здесь у меня что? А, ты тоже можно убрать. Так, можно убрать из оружейной. Из нижнего зала. Наверху, по-моему, оставался саблезуб или что-то такое там еще оставалось. Да, посмотрите-ка, какие тут прям... Оленьи. Бошки. Красивая прихожая. Так, ну что ж, поехали. Витрина одна. Витрина друг. А глава саблезубом, давай. Витрина. Колоды. И столы. Хорошо, когда много стойк для оружия, можно много развесить. Так, угловая. Что нам надо? Шкуры пещерного медведя. И клык саблезуба. И тогда наш коридор будет полностью готов. Как-то так, друзья. Просторные. Тут можно принимать прям целую толпу гостей. Ниже вешалки для одежды, но неважно. Они будут сбрасывать свои шкуры из медведя. Плащи. И шубы прямо на пол. Так, а нам не остается ничего другого, как идти в подвалы заняться. Подвалом, соответственно. Я надеюсь, там уже не завелись крысы. Так, ну что ж, поехали. Бочки, бочки, бочки. Бочки с медом. У нас тут будет маленькая медоварня. Глава медведя. Пусть будет. Так, не-не-не-не-не, подождите. Сначала дубильный станок. Чтоб я не бегала наверх. Дубить кожу, если что. Ну, а все остальное можно. Так, настенные светильники. Раз. Настельные светильники. Два. Так. Что нам опять надо? Карьерный камень, гвозди. Полоски кожи и гвозди, 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 гвозди. И фурнитура. Так, какие-то светильники сюда поставили. Блеклые. Блеклые. А здесь у нас свет идет от кузницы. Так, ну что ж, делаем гвозди. Делаем фурнитуру. И вот тут, друзья, я торопиться не буду, поскольку, как видите, у нас... Нет, что у нас, в принципе, есть еще железные слитки. Так, что должно хватить. Тут нам не так много. Тут у нас пойдет много замков на сейфы. Насколько я помню. На сейфы, сундуки. И вот на всю вот эту вещь. Так, давайте-ка светильники закончим. Нет, подожди. А вот эти вот два которых. И вот которых два еще раз. Все, 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 все. Больше нету никаких светильников. Так, а-а-а... Витрина. Полки. Стенды. Ну, мобальник на подставке. Какая прелесть. Тумбочки. Так, что-то нам сильно чего-то не хватает. Опять фурнитуры не хватает. Так, на сейфы нам нужны петли и замки. Так, петли, фурнитуры, гвозди и замки. Вот что нам надо еще. Ну, радует, что как-то светлее становится. Так, здесь мы какие-нибудь светильники повесили. Да, что-то у нас тут есть. Смотрите, немножечко света есть. Так, и так, делаем еще раз. Гвозди. Фурнитура. Так, петли. Уж не помню, сколько их там, по-моему, не так много. И замки. Давайте пока что сделаем парочку, а там видно будет. Все будет на перечет, под учет и под расписочку. Особенно коронтовый слиток. Так, что для сейфа? Ах, пять замков. Вот я помню, что там какое-то невменяемое количество нужно для этих сейфов, замков. Так, ну ладно, мы поставим для начала сундуки. Пять фурнитура. Так, и так. Раз фурнитура, два фурнитура. Два замка, как минимум, и одна петля. Так. Два замка, да. Это на второй сейф. Так, две фурнитуры на один. Две фурнитуры на другой. Так. Петля, которой не хватало. И еще две. Так. Ну вот как-то так. Теперь должно хватить. Огромное количество железа уходит на постройку дома. И это еще не все. Далеко-далеко не все. Так, сундук, сейф. Раз. Так, на сейф два у нас. Пять петель не хватает. Ясно. Тогда сундуки пошли в ход. Ну и точильный камень. Итак, верстак. Карьерный камень. Полоски кожи. Козьи рога. Это все святилища и сейф. Два замка. Пять петель. Хорошо. Хорошо. Так, два замка. Так, ну я не знаю, как я вам сделаю пять петель. Я могу сделать четыре. Или шесть. Как-то вот так. Не помню, нужна там фурнитура. Нет, по-моему, нет. Еще немножко у нас будет 92 уровень. И, в принципе, получается, что на доме мы прокачали себе два уровня. 91 и 92. На таких высоких уровнях это, согласитесь, немало. У нас еще один дом ожидается в постройке. Так, ну почему я опять не могу сделать стальной слиток? У меня же... Ах, нужно 15. 15 стальных слитков. Чтоб вам пусто было бы, что с ума сошли. Так, попробуем. Я не помню, могу ли я плавить сталь. И очень плохо, конечно, что теперь у нас не приплавляются стрелы. Что нужно, чтобы плавить? Плавить сталь. Корунт. И железо. Ох, елки с палками, друзья. Да. Прокачались, прокачались. Ну вот и все. Корундовая руда и железная руда. И все равно, я так понимаю, что у меня никак не 15 нужных нам слитков. Так, ну ладно. Тогда остается пойти сделать полоски для кожи. Для кожи из кожи. Благо у нас тут есть... Дубильный станок. Так, где у нас там волчья шкура? Вот. Мы делаем полосок. И еще кожа. Так, на все остальное нам нужна либо сталь, либо... Серебряные слитки. Подождите, у меня же были какие-то серебряные слитки. Два золотых слитка. Амулет Дзебела. Два абонитовых. Серебряные. Мне так кажется, что где-то, друзья, они у меня все-таки выложены и лежат. Мне так кажется. Оленья шкура у меня нет. 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 И карьерный камень. В общем, куча всего надо, поэтому давайте-ка я все, что мне сейчас с собой не таскать. Тяжеленная сложу в эту бочку. Вот есть же у меня оленья шкура. Почему они не годятся? Так. 262. Ну вот. Вроде как-то полегче. Стало дышать. Вот так, друзья. Ух, как сразу легко бегается. Прям как стрела. Как стрела бежит наша. Девица. Давайте я пойду наверх и поищу в каких-то сундуках у нас какие-то закрома. А еще, насколько я помню, по-моему, были чуть ли не здесь. То. А то. Целая куча всего. Так, если мы сейчас все возьмем, мы, естественно, перегрузимся. А я хотела сбегать еще на улицу и постучать немножко карьерного камня. Вилька поет. Так, ну, Вилька поет, а нам надо при этом, наверное, пообедать. И что у нас есть, кроме воды, 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 воды. У нас нету ничего. Мы все съели. Есть душевная похлебка, но она... Несытная. Так, выпьем водички натощак. А голод у нас остается легкий. Ну, и легкий, не тяжелый, друзья. Давайте, я сбегу быстро на улицу. Пойду поковыряю. Так, бальзам-то опять тут стоишь? А, вы общаетесь тут. Ага, ну, ну, ладно, ладно. Общайтесь. А мы подышим воздухом, а заодно и поработаем. По-моему, там не так много надо было того карьерного камня. Если мне не изменяет память, я думаю, что... 12 штук вполне должно хватить. Так. Давайте уберем верстаки. Так, вестибюль. Не помню. А вот главный зал точно можно убрать. Да. И... Оружейное можно убрать. Да. Так, подвал нужен. Вестибюль нужен. Главный зал верстаки. И подождите, а наверху-то оно уже... Давайте... Создадим. Да, наверху-то тоже убирается. Поэтому пока оставим. Так, ну что у нас тут? Растет. Хорошо. Куры несутся. Почему только одно гнездо? Ладно. О, конец работает. Молодец. Так, и Грегор тут. Я вижу. Давай-давай. Так, кстати, пока кузня и пока я тут. Две морская стрела. Да-да-да-да-да. Пока я не забыла. Сделаем себе две морских стрел. И потом, если у нас будет когда-нибудь изобилие всяких материалов, займемся кузнечным делом. Мне нравится. Ковать броню. Делать какие-нибудь интересные вещи. Потом их продавать. Так, помнится, что в этой бочке у меня была заначка, между прочим, яблочного пирога. От Вильки. От него мы сейчас быстренько под подушкой слопаем. А то что такое? Работаешь, работаешь. Никакого тебе почета и уважения. Виля, где вообще? Так, это то, что у тебя бывает, если ты будешь есть яблочные пироги. Так, мы возьмем все. Но... Знаешь, что Вилья? Не в обиду, конечно. Не знаю, шесть скорее свою волчью броню будем вместе ходить. Давай-ка я ее сюда и повешу. Но только знаешь, что я ее повешу в сторонку. Все-таки это наша, так сказать, личная. Так, Инга. Дать и дать. Да, вот так выглядит мужская броня. Хе-хе-хе. На женщине она выглядит галлажда лучше. Что это тут валяется? Почему это валяется уже на полу? Господи, вот эти домочадцы. Ох уж эти домочадцы. Так, Вилья, все, я пошла. Ты как хочешь. Жирок, не жирок. Поработаешь на кузнице. Все быстренько расплавится и пройдет. Ну вот, поэтому смотрим бочку. Забираем все отсюда тоже. Перегружаемся как нельзя больше. И делаем то, что мы можем сделать. Мы можем сделать верстак бронника. Так, кто нам нужен? Аркей нужен. Амулетмары не так, чтобы почвы не стандарт тоже. Наркей это хорошая вещь. Амулетмары. Делаем. Подожди, амулет стандара это то, что на мне? Секундочку. Кто на мне висит? А, зенитара. Так, ладно, зенитар тогда. Подождет. Вернее, не будем мы делать зенитара. Кстати, он у нас требует золотой слиток. А мы сделаем просто стандаром. Так, и так, что нам надо? Оленья шкура. Ну, у нас же куча оленьих шкур. Нет, они почему-то не считаются. Так, рога, акатуш, безопречный аметист. Ёлки, а мы его продали. Ну, у нас и амулета нету. Амулет Джулианиса. Дебилла. Кинорет. Драконья. Этого у нас, в принципе, полно. И стальные слитки нам нужны, друзья. Что делать? Этого ничего у нас нету, поэтому давайте-ка я отнесу все, что есть. Кое-какие светилища у нас есть. Если что, мы можем себе тут здоровье поправить. Доделать сейфа я не могу. Поэтому сделаем, как я делала это раньше. Сюда я буду складывать все, что мне надо для кожевинных дел. Сюда мы будем складывать все, что нам нужно для кузнечных дел. Ну, в смысле, для слитковых кузнечных. Так, ладно. Давайте как плавильня. Итак, стальной. Стальной боевой молот? Откуда у меня стальной боевой молот? Подожди. А-а-а. А-а-а. Тот самый стальной боевой молот, который я неизвестно откуда прихватила. Не так ли? Ну-ка, дайте-ка посмотрим. Итак, оружие по весу. Да, тот самый стальной боевой молот. Неизвестно откуда прихвачены. Продаваться он будет за копейки. Поэтому я думаю, что действительно его лучше пустить на стальной слиток. Более того, из него получится аж два стальных слитка. Отлично. Так, ну а это руда. Расплавится. Так, можно сделать еще железный слиток. Из железной руды. Так, вот. Сделать стекло из пустых бутылок. А-а-а. Серебро из Харальда. Так, да. И нам надо сделать пару золотых слитков. Для будущего нашего прошу прощения для нашего будущего алтаря. А все остальное мы положим сюда. Запоминайте, если что, друзья. Я могу, как обычно, когда много домов, совершенно уже потом теряешься. Что, куда складывал? Я, естественно, стараюсь как-то более-менее одинаково складывать во всех домах. дома, построенные нами, естественно, имеют одинаковую планировку. Все остальные дома по-разному, поэтому теряешься. В каких... 나�а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а где что оставил? Так, солома остается, стекло остается, гвозди. Я так и знала, что их будет слишком много. вся еще в принципе не вечер так ну вот 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 уже щепки сухо стоят а все можно отдать вилье клык хоркера тоже идет сюда ну вот как то так да конечно вес удручает удручает друзья так вечер прекрасная поэтому я предлагаю выйти на верандочку вилья слушай ты уже начинаешь тут по моему это самое гарпун нет ты выглядишь потрясающе ну я не могу же два раза говорить про гарпун пошли наконец-то давай у тебя куча ингредиентов у тебя просто масса ингредиентов ты потому выглядишь от не за того что ты толстая а из-за того что у тебя карманы набиты ингредиентами так чтобы тебя такое взять нет куриную ножку капуста и яблок давай вилька пошли прогуляемся а то ты тут дури маешься так вот сюда вот у нас здесь веранда ну вот друзья такая вот у нас верандочка такой у нас прекрасный вид велюхин я гуляй куда идея вот прогуляйся погляди на прекрасный вид здесь у нас зима которая постепенно переходит степи тундровые степи привайт райн я не знаю куда пошла вилья опять с грегором трепаться мы ладно так но это верандочка какая-то не такая конечно как в нашем доме в озерном там она естественно гораздо уютнее но тем не менее здесь есть бочонок здесь есть мишени и здесь есть скамеечка куда можно присесть и посидеть глядя на стены дома так что друзья на этом месте мы эту серию нашу закончим и и я так думаю что остаток дома я уже сос дострою наверное уже за кадром потому что это очень много беготни туда-сюда собирание опять же козьих рогов и прочих всяческих недостающих мелочь мелочей которые принципе я так думаю что вам наверняка не особо будет интересно смотреть ну а я как и говорила мне нравится этот крафт мне нравится строить дома поэтому я это сделаю очевидно за кадром ну а если вы все-таки вытерпели эту серию я скажу вам огромнейшее спасибо и заходите на мой канал подписывайтесь ставьте лайки комментируйте всего вам хорошего и пока 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 и